Окей, всем привет! Меня зовут Александр Тарасенко и тема моего доклада ORM vs GraphQL. Так, я переключаюсь на слайды, меня вы больше не увидите. Так, еще раз повторюсь, тема доклада ORM vs GraphQL и немного обо мне. Последние лет 10 я занимаюсь веб-разработкой и большую часть этого времени я работаю с Python. Я люблю сам Python как язык и всю его экосистему и считаю, что комьюнити Python одно из самых наиболее успешных среди подобных себе. Также я люблю разные базы данных и сториджи и все, что с ними связано. Именно эффективная работа с данными, которые мы получаем от базы или вносим в нее. Сейчас я работаю в финтех направлении компании Evo, а до этого много времени работал над мерчанским направлением проекта PromEye. Агенда сегодняшнего дня будет следующая. Я попробую рассказать и поделиться личным опытом и наблюдениями о том, когда полезен ROUSQL в Python и когда наступает та грань, где мы сами начинаем изобретать свои ORM. Также сделаю небольшой обзор популярных ORM и попробую развеять мифы, которые могли сложиться у ряда разработчиков. Важным и современным пунктом в этой истории есть работа ORM в асинхронных приложениях. Тоже уделю этой теме внимание. А также моя любимая тема за GraphQL и как вообще сам GraphQL влияет на современную обработку и получение данных из базы. Таким образом попробуем посмотреть, как эволюционируют подходы к разработке Python-приложений и в частности работе с базами данных. Также хотел рассказать, как родилась идея подобного доклада. В последние несколько лет я очень часто провожу собеседования в команды EVO и сталкиваюсь с рядом проблем, которые возникают во время интервью. Зачастую один из этапов самого интервью состоит в том, чтобы познакомиться с технологиями, которые знает и использовал, ну и собственно указал в своем резюме кандидат. И во многих случаях оказывается, что когда пишут, например, позорос, имеют в виду SQL. Пишут Elasticsearch, а на самом деле писали туда только запросы или там в худшем случае логи. А как он устроен, понятия не имеют. Аналогичная ситуация, когда речь заходит про обработку и получение данных из баз, ну половины существует миф, что ORM очень медленные и только усложняют все. А у второй половины проблема в том, что они не знают, как работает сам SQL-база данных и кроме ORM ничего не видели и не пробовали. Поэтому сегодня я попробую немного приоткрыть занавес про работу с базами данных в Python и покажу, к чему все движется. Позорос. Немного спойлеров и контекста добавлю сразу. После того, точнее, для того, чтобы немного сузить довольно большую тему, большинство примеров будет показано на работе с позоросом. Я сам люблю эту базу данных и считаю, что это одно из лучших open-source решений и вдобавок одна из самых популярных багс, с которой по популярности может разве что поспорить MySQL. И то, скорее всего, MySQL будет использоваться, ну чаще используется в небольших проектах, а позорос чаще используется в более крупных проектах. Сам по себе позорос довольно большой и мощный продукт, который постоянно там развивается и не стоит на месте. Если кто-то имел плохой опыт работы с позоросом, и он там не решал его еще проблемы несколько лет назад, то, пожалуйста, присмотритесь. Ну, как бы этот проект вообще не стоит на месте и вполне вероятно сейчас ваших проблем уже и не будет. SQL-алхимия. Как я говорил, тема довольно широкая, а времени мало, поэтому больше внимания я буду уделять именно этой ОРМке. Потому как алхимия считается таким себе де-факто ОРМ в мире Пайтона, не считая всю экосистему Джанги, там есть Джанго ОРМ. И многие, как скажем, конкурентные библиотеки именно на эти два продукта и равняются. GraphQL. Не буду скрывать, что я фанат этой технологии и считаю, что многие проблемы веб-проекта поможет решить именно GraphQL. И поэтому уделю внимание этой теме в разрезе текущих подходов в работе с базами и ОРМками. Так, давайте начнем с простого примера. Как нам несколько строк подключиться к базе данных и сделать свой первый запрос на, собственно, с каким-то SQL-чиком. В коде мы видим, что подключаемся к позорсу через библиотеку PsycoPG. Что же из себя представляет, собственно, библиотека PsycoPG на самом деле? Это такой адаптер или там драйвер подключения к позорсу, который написан на C, который реализует протокол DBAPI, DBAPI 2.0, кажется. И это такой на самом деле старый PEP. И работает все это вокруг как обертка библиотеки LibPQ, которая тоже в свою очередь на C написана. И уже которая по факту реализует, именно, собственно, коннектится к интерфейсам самого позорса. Вот один из тех случаев, когда я буду показывать пример именно базу позорс. И это один из примеров того, где можно глубже покопать, чтобы разобраться, как устроена связь Python и позорса. Тема довольно обширная, но для любой базы и подобных драйверов есть довольно много ограничений и магических нюансов. А именно по работе с транзакциями, подключениями, работы в асинхронном режиме. Ну, в общем, нюансы есть у всех, и о них желательно знать перед тем, как мы выбираем либо какую технологию. Ну, и некоторые нюансы буду рассказывать дальше. Возвращаемся к нашему запросу. Все выглядит довольно просто и, скорее всего, довольно много Python скриптов. Именно скриптов пишут в таком виде. Тут добавляют, конечно, какие-то там функции, можно все это красиво обвернуть. Но по факту у нас всегда есть какой-то connection. Мы обязаны получить курсор от базы данных. Написать свой SQL, из-экзекьютить запрос, закоммититься, закрыть курсор, закрыть базу данных. Все просто. И все особенности работы или подходов начинают проявляться именно тогда, когда уровень запросов становится непростой задачей. Вот это пример простого какого-то запроса. И его довольно, ну, как бы легко поддерживать. Вот следующий пример. Там еще запросы тоже самые простые. Там обычные селекты, обычные инсерты. И все вроде хорошо, пока не появляются вот подобные запросы. И даже с ними жить можно с row scale. Если он, скажем такой, довольно статический, у него минимальное количество изменяемых, ну, как бы параметров, джойнов, условий, количество выборов, что мы выбираем, там, группировок. И все приводит, ну, как бы, все можно жить и всем будет все хорошо. Но как только у нас такое наступает желание или потребность начинать добавлять динамические условия в запрос, это становится дилеммой. Например, мы хотим в R добавить еще одно условие. Мы хотим там группировать или не группировать по какому-то условию. Мы хотим селектить не только там ID-шник, аккаунт, ну, если без группировки. В общем, у нас есть два выхода. Первый – это брать вот такой текстовый кусок кода и просто делать его клон, который будет отключаться каким-то небольшим нюансом. Да, там можно описывать как-то все это еще динамично, но никто не хочет, скорее всего, конкатенировать строки row scale, потому что это, во-первых, можно легко ошибиться или там получить какой-то overhead потом по запросу из-за банальной ошибки. В общем, первый путь – это брать, копировать. И тогда у нас со временем, ну, который проект больше такого среднего уровня, там у нас появится почти 10 одинаковых запросов, и они будут отличаться там на какой-то один небольшой нюанс. И когда мы захотим написать потом 11 такой запрос, у нас снова будет дилемма. Так, нам надо как-то изменять один из предыдущих 10 или же создавать 11. Второй – это начать, на самом деле, изобретать подобие своей такой небольшой ламповой ORM, которая будет решать ваши текущие проблемы. Например, описывать там модель данных, вы модельки уже хотите создавать, делать там какие-то свои сессии, какие-то транзакциями работать более детально. В общем, реализовывать именно те части, которые почти есть у всех уже готовых ORM-ок. И давайте такой маленький итог подведем. Когда же все-таки удобно писать row scale? Когда у нас маленькие таблицы. Что такое имеется в маленькие таблице? Когда количество, например, колонок не превышает 10, 20, пусть даже 30, но, скорее всего, каждый работал в проекте, у которого есть таблицы по 50, по 60 колонок. И вот помнить или, скажем так, когда у тебя нет абстракции в твоем коде, понимание, что это за таблица, какие там типы, тебе все время надо будет ходить в базу, смотреть, как же там все устроено. Если кто-то еще добавил какое-то новое поле или изменил, все может усложняться. Когда у нас, собственно, мало таких таблиц. Мало — это снова порядок относительный от проекта к проекту, но когда у нас становится 50+, например, таблиц, в моем текущем проекте их там уже 600-700 таблиц, и не имея абстракции снова в коде, там, в виде моделей, в виде каких-то там типов описаний, очень сложно иметь банальное представление при разработке новой фичи или там понимание, как получить данные, смотря только в базу. Хотя кому-то, может быть, это и очень удобно будет. Когда мы не используем, например, сложных типов. В пример всегда привожу Янамы. В питоне есть Янамы, в возрасте, в последних версиях, есть Янамы. И мы хотим, чтобы, ну, как бы, это один и тот же Янам, как бы создавалась определенная абстракция, работал как в возрасте, так и в питончике. И с row scale это будет довольно-таки задачкой уже. Когда нам не надо менеджить схемой данных в приложении. То есть у нас простая там база данных, мы не хотим управлять ней через модели, через какие-то подобные миграции. В общем, схема базы всегда в базе. А как только мы захотим что-то делать приложением, нам уже надо описывать, скорее всего, SQL скрипты вручную, какие-то альтертейблы и так далее, и так далее. Тоже не всегда это может быть удобно. И вот то, что я говорил уже в примере предыдущих. Предыдущим у нас нет таких больших динамических квери. То есть, соответственно, я работал много лет в компании PromYay, и там есть таблица продуктов. И с этой таблицы нам с разных источников надо брать, например, дай мне цену и имя и айдишник, а там мне цену и айдишник только. И вот такие возможные переборы, куча еще условий, джойнов и так далее, они ведут к тому, что у нас появляется в коде ряд функций. Дай мне product with price, дай мне product with name and price и так далее, и так далее. Или делать какие-то еще абстракции, которые будут помогать это фетчить все. Ну и, собственно, если нам не надо управление сессиями в самом приложении. То есть это можно, конечно, строить самому, но все равно мы рано или поздно изобретем свою же ОРМ. Давайте плавно перейдем к ОРМ-решениям и попробуем разобраться, как же они работают и какие есть варианты. Вот небольшой список самых распространенных ОРМ-библиотек для Пайтона. И первые две, скорее всего, занимают 80% всего рынка ОРМ-ок в Питоне. И это не просто так. SQL Alchemy — это такая, как я уже говорил, де-факто ОРМ в Питоне, которая поддерживает, ну, в общем, это такая целая экосистема, с хорошим комьюнити, с отличной документацией и с хорошей, скажем так, самое главное, что репутацией. И есть Джанго ОРМ, которая тоже хорошая, как, ну, хороший продукт, но он сильно привязан к экосистеме Джанго. И за счет нее он по факту таким тоже становится у многих джангистов без альтернативным вариантов. Понятно, что если проект перерастает, и вы хотите переходить там на какую-то ОРМ-ку, другую, то вам придется, ну, или отказываться, или, скорее всего, так что-то менять, особенно в работе там с Джанго админом уже, с Джанго темплей, с Форумс, ну, что там есть еще в Джанге такого. В общем, следующие две ОРМ-ки, Пиви и Пони, это такие, ну, как бы, Lightweight ОРМ в Питоне, которые тоже хороши, но вокруг них еще довольно мало там батареек, вокруг них мало, скажем так, экосистемы построено, и они, скорее всего, там точечно решают проблемы, то есть их можно использовать, они хороши, но по сравнению с первыми двумя они все-таки проиграют. Вот, например, Tartois ОРМ, это, как из официальной документации написано, автор вдохновился Джанго ОРМ и попробовал сделать, ну, как для асинхронной ОРМ, и они этим сильно гордятся, но говорят, что у нас все быстро и все, но на логотипе у них черепаха, такой забавный факт. В общем, есть еще SQL Object, это такой мамонт среди ОРМ-ок, я не знаю даже, кто старше, алхимия или обжект, в общем, тоже имеет право на жизнь, но это такой, скажем, нечасто его встречал в проектах, и особого тоже желания попробовать его нет, у него даже логотипа нет. И такое, есть еще одно решение, джина, не просто со звездочкой, потому что джина расшифровывается как джина из нот ОРМ, но при этом следующей строкой написано, что это lightweight ORM for Python, и который работает поверх SQL Alchemy Core. Поэтому там не просто так звездочка. И также, давайте, существует ряд мифов по поводу ОРМ-ок, про важность, скорость в приложениях, и давайте попробуем рассмотреть какие-то плюсы и минуса. Что относят к плюсам? Во-первых, это масштабируемость. О чем это? ОРМ нам дают возможность, скажем, с минимальными затратами заменить, ну, с минимальными затратами, они все равно будут. Заменить, например, там, движок нашей базы данных. Вполне вероятно, что для многих это такой ультра какой-то корнер-кейс, но все-таки это намного проще, чем мы переписывали все наши SQL-запросы. Потому что есть разные диалекты, есть разные какие-то нюансы и работы именно с базами данных, и ОРМ-ки в себе их, скажем, инкапсулируют, которые закрывают от пользователей и строят такую абстракцию. Второй пункт — это безопасность. Конечно, если у вас отличная, там, валидация или все покрыто тестами, пункт, возможно, не такой будет актуальный, но все же дает определенный слой безопасности от банальных, там, инъекций и пользовательских ошибок. Траст, доверие, то есть. В основном все показанные ОРМ имеют не одного контрибьютора, а иногда целые комьюнити. Это open source. А значит, у вас всегда больше времени будет уходить на разработку своего приложения, а не реализации новых, там, фичей, баз данных, например, Poser что-то там выпустил или MySQL, и вы в своей уже, там, реализации должны это все поддерживать, тратить, в общем, время на это все. А тут, скорее всего, будет это делать комьюнити, или вы часть будете этого же комьюнити. В общем, вам не надо будет поддерживать, собственно, свои документации для своих же велосипедов, ну, и также, там, фиксы каких-то банальных ошибок. И последний пункт, на самом деле он не последний, это как я выделил 4, это время. То есть время, потраченное на реализацию всевозможных интеграций с другими библиотеками, фреймворками, там, возможные фичи, там, миграции, сериализации, в общем, много чего, всего, всегда будут забирать у вас много времени. С готовыми продуктами, там, алхимия, какие-то джанга ОРМ, неважно, там, пиви, пони, всегда вы можете решать точечные свои проблемы, какие-то расширяемости, например, вы хотите какую-то связать что-то с определенной библиотекой только, и не тратить время на поддержку всей библиотеки своей. К минусам чаще всего относят, там, два пункта. Ну, самое главное, это, конечно, скорость. И действительно, ну, тут правда, ОРМки в большинстве своих случаев, ну, как бы, приносят определенный оверхед поверх нашего, ну, как бы, запроса. И это не просто так, потому что там все плюсы, которые я, там, перед этим перечислил, они все-таки же, ну, когда это какие-то превращения Python объектов, это какие-то проверки, условия и так далее, и так далее. Но есть такой миф, что, ну, все ОРМки медленные. На самом деле это не так. Например, даже если сравнить с той же алхимией самой себя, SQL Alchemy, она, да, вполне вероятно, что она может медленнее работать, чем SQL Alchemy Core, потому что там, ну, скажем, уровень абстракции намного ниже уже используется. Поэтому все относительно по поводу скорости, и надо, ну, как бы, всегда строить бенчмарки и мерять. Также scope, что это имеется в виду? Даже если мы выбираем уже какую-то ОРМку, рано или поздно появляется какой-то корнер-кейс, когда нам надо написать, например, там, какой-то Uber-запрос, ну, через ОРМ его просто не получится реализовать. Или он там будет мега-сложный, или просто ОРМ не поддерживает определенных конструкций, которые есть в SQL. Ну, ответ почти есть у всех ОРМок на это. Вы всегда можете написать rowscale и заэкзекьютить его через ту же ОРМку. То есть иногда удобно, иногда неудобно, ну, в общем, выход есть всегда. Вот пример бенчмарка сайта Tartoy с ОРМ. И тут видно, что они, ну, как бы, сами ОРМки для параметра скорости, для них это очень важный такой момент, и они, как бы, конкурируют, ну, в первую очередь, я считаю, что именно по этому показателю, потому что, ну, продать себя, как библиотеку, тебе надо какую-то дать Uber-фичу. Ну, это все снова относительно, потому что та же Tartoy с ОРМ сравнивается, например, со SQL Alchemy и ОРМ. Tartoy с асинхронной, алхимия не асинхронная, именно часть ОРМ. И, ну, просто нечестно тут будет так сравнивать. Если бы они сравнивали с той же SQL Alchemy Core, там бы результат был немножко совсем другой уже. Поэтому как-то так. Надо быть внимательным всегда, даже до бенчмарков каких-то продуктов, которые говорят, мы самые быстрые, мы самые лучшие, но есть моменты. Давайте рассмотрим на примере алхимии. В общем, на самом деле, алхимия — это не совсем один продукт, а это два продукта. Это Core часть и ОРМ часть. К моему разочарованию, многие молодые и не только молодые специалисты не знают об этом и воспринимают это как одну сущность. Для примера, как устроена алхимия, я взял иллюстрации с докладом Майкла Байера, это, собственно, автор библиотеки алхимии. Его уже докладу более пяти лет, но актуальность именно архитектуры поддерживается по сей день. Как мы видим, он предлагает смотреть на алхимию как на такие независимые слои, то бишь на луковицу, которые можно изучать как изнутри, так и снаружи. Давайте рассмотрим первый уровень. То есть это движок алхимии. Это объект, который поддерживает взаимодействие с упомянутыми ранее DB API. Также движок отвечает за подключение к базе и за так называемый explicit execution. И сам SQL, который мы отсылаем в экзекьютор, никак не изменяется. Это тоже важный момент. То есть алхимия не добавляет никакого такого синтаксического сахара поверх самого SQL. Метадата. Она описывает сами структуры базы данных, то бишь таблицы, колонки, констрейнты, структуры данных в Python. Также служит основой для генерации SQL и может генерировать саму схему данных. Также тут описаны все базовые типы данных, там интеджеры, флоты и тому подобное. Вот тут должно уже быть более понятно. Этот слой отвечает именно за генерацию нашего конечного SQL-кода из структур Python, который будет отправлен именно на выполнение, на сам SQL. И вот четвертый слой. Это и есть наш, собственно, SQL-алхимии ORM, который работает поверх трех предыдущих слоев, который образует в себе такой SQL-алхимии core. Поэтому это два разных продукта, которые можно использовать независимо от ORM, вообще не использовать, если вам он не надо, или он там какой-то overhead вам добавляет. Если хотите использовать ORM, по факту вы используете часть SQL-алхимии core. Вот, собственно, такой базовый пример иллюстрации, как устроены там ORM, за что они отвечают. Это вот этот маппинг. Собственно, есть приложение с объектом, который реализует отображение таблицы в базе данных. И вот еще один пример с теми же цветами по слоям. Собственно, сверху мы видим, что это часть ORM, которая как отдельный продукт. посередине это SQL-алхимии core со своими частями. И низкий слой это вот этот, там тот же DBAPI, это протокол, ну, это сам DBAPI, это описание, это не продукт, и который уже подключается к базе данных. То есть какие-то библиотеки реализовывают этот DBAPI. И давайте плавно тоже перейдем к возможности ORM, ORM-ок работать с асинхронными приложениями. И есть такая, ну, отличная штука, как Async.io. И что здесь нам PsychoPG говорит? Говорит о том, что, скорее всего, у нас на примере алхимии не получится использовать SQL-алхимию ORM как асинхронную библиотеку. По этому поводу, вот, ну, как бы, сейчас, есть отличная статья от Майкла Байера, собственно, от автора алхимии. И здесь такая большая, большая подробная статья, о том, как он приводит свою аргументацию, почему, собственно, алхимия не будет интегрирована, ну, как интегрирована с Async.io, ну, такой пост на правах диктатора. Можете почитать, довольно интересно. Возможно, будет каких-то там много нюансов открыто видеть. Там это еще 2015 год, пока он еще стоит, ну, как бы на своем. Вполне вероятно, когда-то может что-то поменяться, но не стоит этого сильно ждать. Но нам же все-таки хочется работать с базами в ассинхронных приложениях. Есть два популярных для этого адаптера, на примере позорства того же. айопиджи и асинг-пиджи. У каждого из них есть там ряд особенностей и преимуществ. Возможно, они не идеальны, но решают свои задачи. Эта тема довольно большая, и для ознакомления деталей работы этих двух решений есть довольно неплохой доклад Алексея Фирсова, одного из контрибьюторов айопиджи. Тут он, ну, как бы показывает основные отличия и проблемы каждой из библиотек. Если вкратце... То есть посмотрите, такой довольно интересный доклад, и сразу будет понятно, что из себя вообще представляют эти две библиотеки айопиджи и асинг-пиджи. Если вкратце продемонстрировать доклад, то подходы выглядят так. Айопиджи является враппером вокруг Псайко-пиджи, а асинг-пиджи сам реализовывает адаптер подключения к позросу. Также я специально добавил сюда пиг-баунсер, он тоже вспоминается в докладе, так как на момент записи самого доклада асинг-пиджи имел ряд проблем с работой с ним. Но на сегодняшний день это уже все пофикшено, поэтому, когда будете смотреть доклад, просто помните, что проблемы, которые часто поднимается этот вопрос, у асинг-пиджи больше нет, именно с пиг-баунсером. И мы переходим к завершающей такой стадии и посмотрим, каким боком здесь присутствует граф Киель. Сама идея графа в Апи возникла на почве проблем взаимодействия фронт-энда и бэк-энда в Фейсбуке, а именно компоненты фронта зачастую запрашивали разный набор параметров у одних и тех же сущностей, плюс комбинировали сущности между собой. Изначально это порождало сложные Апи, а так как еще данные лежали в базах данных, их необходимо было эффективно доставать. Вот поэтому сегодня я покажу несколько небольших примеров взаимодействия граф Киелей, ну, граф Киелей решений и баз данных. И тут мы не сможем, ну, как бы уже обойтись снова без ОРМ, потому что они тут сильно нам помогут. В общем, вот список популярных граф Киелей решений в мире Пайтона. Последний — это разработка нашей компании. Я его приведу в пример, как еще один особенный способ описания графа и получения данных. Как мы видим, на первом месте у нас графен, и это, можно сказать, абсолютный лидер среди подобных библиотек. И если у ОРМ там было два лидера, «Алхимия» и «Джанга ОРМ», то тут только один. У графена довольно большое комьюнити, хорошая документация, и проект все время развивается. Плюс вокруг него начинает повлияться множество батареек. А мы знаем, что именно последний фактор, скорее всего, самый важный, потому что это такой легкий порог вхождения. Это всегда возможность интегрировать продукт, ну, скажем, в свой продукт. И, ну, это особенно там для молодых специалистов, особенно когда проекту нет времени, например, тратить времени на… ну, нет времени потратить там ресурсы какие-то… просто на банальное подключение очередной по проводе библиотечки для работы с данными, поэтому графен выигрывает в плане интеграции своих. Далее идет Ариадна, которая позиционирует себя как асинхронное приложение, но при этом имеет минимум батареек. Есть еще Strobary, но он такой довольно нишевый, но о нем не буду говорить детально. И далее я покажу короткие такие примеры реализации для каждой из библиотек. То есть я примеры брал прямо из документации специально, потому что, ну, когда я представил себя на месте разработчика, который хочет подключить себе, например, ну, какую-то граф-кейл библиотечку себе в проект. Для чего? Что он первым делом пойдет? Он пойдет или в Google искать, или там документацию считать по конкретному решению. И я сделал так же самое. То есть у меня, да, был опыт из графеном, там, с Хику, потому что это наша разработка. и попробовал реализовать, ну, скажем, несколько вариантов. Вот пример, как в несколько строк можно описать базовую имплитацию граф-кейл-подхода на графене. Представим, что у нас есть таблица продуктов с тремя полями. На самом деле, может, их больше. Там есть одишки, цена, неймы, ну, и что-то еще. И мы хотим получать эти данные в разных вариациях. Описываем, то есть, класс квери, строим по нему схему и можем выполнять наш граф-кейл-запрос. В таком подходе нам приходится все время описывать в резолверах, как мы будем получать каждую сущность ее данной. Поэтому давайте подключим алхимию. Да, здесь, возможно, еще надо было показать, как работают дата-лоадеры, но это немного уже про другое. Пример делал по доке, запускал на фласке, все работает. То есть, тут мы описываем класс нашей модели. Мы, я импорты не показал, здесь, ну, здесь, в общем, алхимия и алхимия, собственно, графен и релей используются. Описываем класс нашей модели, описываем класс бандинга, то есть, вот этот SQL Alchemy Object Type, описываем наш query, указываем у него там ссылку на продукты и скармливаем это схеме и получаем, ну, как бы, готовый результат. Да, там еще надо пару строк импортов добавить, какие-то моментики, но по факту это и есть вся реализация графена с бандингом на алхимию. И теперь мы можем вот таким образом просто брать просто и генерить запросы на получение данных. Конечно, тут появилось, если в предыдущем примере я показывал, есть там products name price, то здесь я уже использовал релей и он такой, добавил немного сахара, вот этого edges node, то есть, это именно детали релея. Но снова мы можем брать уже в любом порядке, в любом количестве там наши name, прайсы у продуктов и так далее, или только там какие-то одно поле надо. В общем, все работает. Вот такой базовый пример, который демонстрирует, что нам не надо уже описывать SQL-сам запрос, неважно, это будет row-sql, или это ORM-ка какая-то будет. Вот этот бандинг алхимии и графена делает его за вас. Это довольно удобно и экономит время. Ну, один раз надо будет, конечно, все в таком синтаксе себе описать. Ариадна. Ариадна использует схема first-подход, где мы сразу декларативно описываем схему данных, а потом уже описываем резолверы. Вот видно там слева мы описываем, собственно, схему, этот query, который мы описывали в графене как классом, а справа мы описываем в резолвере каждого из, ну, там, сущностей или полей, что нам надо. Скармливаем это все, вот, executable-схему, и запускаем приложение. То есть Ариадна позиционирует себя как синхронное еще приложение. И все, мы можем уже строить по нему запросы. Это очень тоже удобно, это современно, но есть один нюанс. Ариадна, ну, как комьюнити Ариадны еще довольно невелико, и готовых решений интеграции с базами данных в ORM-ках, ORM-ок очень мало, или их там вообще нет. Поэтому тут стоит или включиться в помощь в консорцию или там подождать. Ну, подождать никто не хочет. Можно использовать какие-то части графена, можно там даталоадеры графена использовать или что-то еще. Вот это пример ищет, когда у контрибьютора просят, ну, или ментейнера просят добавить бандинг с алхимией. Он, ну, очевидно, говорит, если вам надо, добавляйте. Но мы этим сейчас заниматься не будем. И, в общем, Ариадна вот здесь как продукт очень отличный, очень перспективный. Ну, вот прямо сейчас готовых каких-то решений нет. Хику. Хику — это проект, делался в первую очередь под нужды нашей компании, пром.е. Но сейчас его можно использовать как полноценное open-source решение. Я уже несколько раз про него рассказывал. И с того, что интересно, то быстро расскажу. Мы описываем граф в его классическом виде. То есть у нас есть графы, ноды, линьки. Вот видно, что мы импортим вот первой строкой. Также мы используем концепцию двухуровневого графа, где первый граф матчится напрямую с базой данных через бандинги и алхимии, а второй уровень отвечает за бизнес-логику и преобразование данных. Собственно, вот слева видим вариант описания графа, там, где low-level граф. Там, где product query — это наш резолвер, который бандится. Там два варианта. Один закомментированный — это в асинхронном режиме. Он использует под капотом IO-PG. И, в общем, запрос, который мы там, если я напишу справа «products», там, передам ID-шники, дайте мне ID, name и price, то он преобразуется вот в следующий, который SQL-запрос самый обычный, простой, по условию in. Все хорошо. Здесь в примере к нашему продукту я уже добавил еще одну сущность, скидку, дискаунт, и видно, как описывается связь двух моделей через линк. Также у каждого есть свой резолвер, который довольно, ну, как бы, первый довольно простой, это по аналогии с продуктом, а второй — это уже, который образует связь. То есть мы указываем вот этот такой все программный фрэнкей, и видно, во что это тоже превращается именно как SQL. Это уже пример верхнего уровня, ну, как верхнеуровневого графа. Его источником является, видите, эта абстракция такая, называется сабграф, и его источник — это low-level graph, то есть резолвер продукт SG входит на самом деле в низкоуровневый граф, который матчится напрямую с базу данных. Зачем так сделано? Потому что иногда у нас, ну, надо нам нейм продукта достать, никак его не форматируя, ничего с ним делать. Иногда нам надо достать цену сразу там с валютой или с какой-то уже там точечкой в конце, или с символом там доллара или гривны, и поэтому нам надо какой-то, скажем, такой формат, какой-то уже бизнес-логику применить. И вот есть возможность писать свои кастомные резолверы поверх тех данных, которые мы получаем из базы данных, то есть низкоуровневого графа. И есть вариант там описывать еще какие-то конструкции поверх, которые будут тоже могут делать даже запросы. Вот справа пример это резолвера, где мы получаем именно текст цены. То есть там можно вызывать какие-то функции, в общем, возвращается, все удобно и конечному клиенту мы предоставляем уже API вот верхнеуровневого графа. Как вы уже, наверное, поняли, противоставлять эти технологии друг другу не стоит. Вот Versus это было такое провокационное название. На самом деле их надо дружить, потому как они тоже, ну, как бы значительно снижают количество возможных манипуляций с нашими запросами в базу или запросами в API. графкель решает в первую очередь удобство интерфейса, описание там, ну, как бы клиентского запроса, а ОРМка решает нам удобство получения и работы с базой данных. Поэтому эти два, скажем, таких продукта, два направления, они должны быть вместе, скорее всего. и для них еще важный момент, что есть такая штука, как порохохождение. Не все, почему многие не верят в ОРМке или там многие до сих пор не попробовали графкель, потому что они все так везде просто. И сильно выигрывает тот продукт, у которого отличная документация, множество примеров, самое главное именно батареек, за которые мы любим Питон. И это тоже ответ почему алхимия или Джанго ОРМ или графен такие популярные. Потому что другие просто не дотягивают по вот этим параметрам. Хотелось также сказать пару слов и показать еще один продукт, который появился относительно недавно и на который повлиял как и графовый подход, так и ряд проблем, которые возникают при классической работе с базами данных. Это HDB. Это продукт, такой стартап от разработчиков AsyncPG и всего MagicStack, можете на гитхабе посмотреть, который представляет собой надстройку над позоросом. Это тоже важный момент. HDB это не отдельная база данных, это настройка над позоросом. И она предоставляет клиент для Пайтона, мы же тут Пайтон-разработчики, и со своим еще языком запросов они сделали HQL, но при этом эта база данных поддерживает и GraphQL. Вот пример, как выглядит это HDB, а собственно HQL. Такой способ, SQL-подобный запрос, который создает таблицу, справа видим, как мы можем вставлять данные в эти таблицы, и вроде хорошо все выглядит, интересно, современно. Вот примеры, как мы получаем данные, то есть можно там заселектик продукт, можно конкретные поля с него выбрать, можно через линку, еще и плюс какая-то фильтрация. И вот справа это просто идентичные запросы, которые можно писать на HQL, можно писать GraphQL. То есть это такая синергия подходов. Подобные продукты в теории и в будущем могут нам заменить как саму ORM, так и многие GraphQL решения для работы с базами, но при этом сохраняя гибкость и синтаксис запросов. То есть клиентские части вполне вероятно может и не придется менять. В общем я подхожу к концу. Дружите ваши базы данных с вашими приложениями, эффективно работайте с базами, получением данных, обработкой данных, красиво пишите интерфейсы для клиентов и в общем все у вас получится. Я надеюсь, что такой доклад про такую небольшую эволюцию и как на нее влияли разные решения был интересен и полезен. Спасибо вам за внимание. Дякую. Я думаю в принципе можно залишить слайды будем укладывать. Первое вопрос. Я переходу к запитанию. ОРМ versus GraphQL. Как обновляются данные GraphQL? Отправляете большую простыню данных или каждый объект отдельно? Ух, тут не совсем непонятен вопрос, как обновляете данные GraphQL. Тут непонятно, где именно мы обновляем. Сейчас я попробую источник посмотреть. Ксения, вы задавали вопрос, если можете уточнить, пока в Telegram, а мы переходим к следующему. В общем, я попробую то, что я понял. Есть вопрос про большие GraphQL запросы, которые можно по факту положить в ту же базу данных. На самом деле, мы стараемся писать запросы как именные и все-таки их дробить на более мелкие. Таким образом они попадают в такой экзекьютор запросов, которые по порядку выполняются. Я не знаю, ответил я или нет. Дякую. До наступного питания переходим. RAW SQL versus ORM с точки точки зору безопасности данных, чи можно сказать, что ORM однозначно краще? В большинстве случаев скорее всего да, если мы говорим про какие-то хорошие библиотеки ORM потому что как я говорил над любой ORM работаете не вы один и не одна скорее всего даже команда это тоже алхимию Django ORM тысячи клиентов и они уже даже если появится какая-то новая инъекция или новый какой-то уровень небезопасности небезпеки написали то скорее всего он быстрее пофиксироваться или быстрее это скажем такая дырочка будет закрыта чем вы сами будете это все поддерживать дякую наступное запитание это вопрос все понял и я уже об этом говорил почему я ее люблю и почему я скорее всего даже порекомендую с нее начать во-первых синтаксис написания запроса или вот этой абстракции вокруг базы данных он очень напоминает SQL есть та же джанга ну это все зависит от вашего приложения если у вас приложение на джанге ну конечно вы можете пробовать SQL то есть алхимию но вам будет сложнее ее там скажем интегрировать все-таки почему все-таки ответ SQL алхимия она более похожа на SQL она более очевидней как по мне работает ну описание запроса я прочитав запросы понимаю во что он превратится в SQL когда я читаю запрос той же джанга ОРМ но у меня есть много сомнений всегда что он выдаст потом потому что там такой свой синтаксис интересный дякую наступное запитание с графика Python ОРМ выглядая что Pony ОРМ швидше за Tortoise ОРМ який позиционирует себя как очень быстрый это особенности тестов на самом деле да я говорил это реально особенность теста и это довольно нечестный был тест но это просто такой нагнайте когда ты заходишь на главную страничку ОРМ и они такие прям тебе вот смотрите мы самые быстрые и вот на самом деле мне кажется они больше хотели показать что они быстрее SQL алхимии или джанги ну потому что конкурировать с маленькими маленьким библиотекам тоже невыгодно они хотят показать в первую очередь что они круче каких-то больших библиотек и вполне вероятно пони там или пиви могут быть быстрее потому что они у них там меньше вот этих уровней абстракции вокруг самого там SQL как они строят и ну я соглашусь да еще одно запытание если SQL запрос сложный с группировкой под запросами как это описывается в GraphQL смотрите GraphQL в первую очередь не реализовывает ну какой-то или тут вопрос был главный это про HDB например был или непонятно или как реализовать в самом GraphQL такой вот запрос если про HDB то там это все можно у меня опыта такого большого нет но по документации я смотрел что это все работает по поводу обычного как бы обычного GraphQL это все-таки про какой-то интерфейс и про как строить именно нашу структуру данных в питоне и потом ее превращать в SQL запрос скорее всего вам как бы вот наш подход нашей компании где мы хику используем он вообще не делает никаких джойнов он все делает на запросах на небольших запросах это к чему почему так пришли почему скорее всего вам и не надо будет делать группировки с подзапросами потому что чем больше у вас становится данных тем базе данных становится сложнее обработать банальный запрос один чем три маленьких которые получат те же самые данные но это надо более понятно если уточните где-то дальше тут чем маленькие запытания а что скажете про query builder query builder это в контент снова вопрос непонятно к чему сказан query builder это например в SQL Alchemy Core ее можно как бы представить как query builder или это за есть в builder и для GraphQL снова сложно сказать что я могу сказать непонятно про что ну добрый у нас полякова подкущение одно запытание не пробовали ли вы использовать влкей поист решения дабы избежать еще одного DSL GraphQL скажу честно не пробовал и сейчас даже пойду гулять что это такое наверное это какая-то хорошая если вы советуете посмотрю могу где-то отписать потом в чатике например в телеграме что это какое-то свое мнение по этому поводу добрый Александр еще раз дякую за твою доповедь если у вас осталось вопрос к Александру он сегодня может подписаться в телеграме что это он и сможете с ним поспілкуваться полистоваться снова всем спасибо было приятно спасибо 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 Продолжение следует...